Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ура! С вами Геннадий Петрович Малахов Так Получилось Получилось, да Здравствуйте, Геннадий Петрович Сегодня у нас День рождения проекта Центра Московского Долголетия И у нас День здорового Образа жизни Что для вас? Доброго здоровьица Пришли прекрасные девушки, которые тоже хотят Узнать о здоровом образе жизни И дать вам интересующие вопросы Скажите, пожалуйста, что для вас Что именно для вас Значит здоровый образ жизни? Для меня здоровый образ жизни Означает Полную самореализацию Как В плане здоровья, финансов Так и в плане Общения с людьми Потому что если здоровья не будет Никаких Ни денег Ни семьи Ни друзей не будет Ты только будешь Заниматься, грубо говоря Сугубо эгоистически Вот Собственным там лечением И прочее, прочее, прочее И все остальное Тебя особо интересовать не будет А так Это Путь к тому, что ты Смотришь широко в мир И интересуешься всем происходящим Пожалуйста, как начинается ваш день? Ну, день я Обычно начинается Я просыпаюсь И Конечно, я благодарю Творца за то, что он Даровал мне еще один денечек Чтобы пожить То есть Это своеобразная милость Я считаю Огромная Когда тебе дается День жизни В котором ты можешь дальше И пожить И что-то полезное сделать И для себя И для других Мне считается Ваша идея Что Я не загадываю так далеко Я живу одним днем Вы на самом деле Одним днем живете Или Боитесь глазить что-то? Нет, я ничего не боюсь Сглазить Ну, просто Разные обстоятельства В жизни бывают Что они Вмешиваются И как-то трудно Загадывать Потому что у меня Вот родился Внук И то надо Туда съездить Ну, это полгода назад Спасибо Спасибо Это полгода назад Он родился И вот в связи с этим Туда надо съездить Сюда надо съездить Что-то там сделать Вот Так что Поэтому я особо Не загадываю Скажите, пожалуйста Пьете ли вы утром На дощах воду Как от ноги рекомендуют Или все Потребности организма Я Считаю Что это Потребность организма Хотя Такая Вот Рекомендация Как выпить Стаканчик Теплой воды Не холодной А теплой Вот Это очень хорошее Для того Чтобы запустить Желудочно-кишечный тракт То есть Вот это Можно сделать Стаканчик Теплой водички Выпили И Я как правило Начинаю Вот я устал Значит Поблагодарил И дальше Я спускаюсь И Начинаю ходить 40 минут У меня ходьба 2 километра То есть Это регулярно Для того Чтобы Мой организм Пришел В норму Чтоб он Заработал Суставчики И все Подготовилось Скажите Пожалуйста Давайте спросим Нашу аудиторию Девушки Вы пьете На щеку? Обязательно Все пьют? Да А я иногда Санны Я все Алла Николаевна Мне не разделились Два человека Сказали Что они Обязательно Пьют Один человек Сказал Что встает Ночью пьет И еще один Один человек Сказал Что сразу Пьет чай Просыпается Сразу чай Ну конечно Чай Горячий Кто поступает Неправильно Я думаю Я думаю Ночью Это лишнее Вставать Ночью Важно Чтобы вы Успели Выспаться Отдохнуть Вот вы знаете Мне понравилось Буквально Так и сегодня Я смотрел Про Мири Матье Она Такую фразу Убросила Я Я Высыпаюсь Я Слежу За своим Здоровьем Не курю Там Вовремя Питаюсь Все делаю Вовремя То есть Нам очень важно Не вставать Специально Чтобы выпить Воды Ночью Поспали А потом Утром Уже Начинать И выпить И водички И чайка Чай должен быть Не такой Знаете Вот Крепкий Он Больше Душистый Должен быть Но Не терпкий Она говорит Это же не специально Я пью Это организм Требует Но Ночью Встать И попить Ну Если Это Каждый День Вернее Каждую Ночь Продолжается Я считаю Что это Неправильно И Какой-то В организме Сбой Да А если Раз Когда-то Там Встал Раз В месяц Раз Два Месяца Это Нормально Раз В месяц Это Нормально Конечно Ну Все Бывает А у вас Есть Какой-то Стих О здоровом Образе Жизни Геннадий Петрович Который Стимулирует Вас Я знаю Что Вы Пишите Замечательные Стихи Ну Вот Последнее Чем я Балую Так сказать Своих Подписчиков Там Не просто Такой Стих А Целая Такая Песенка Она Как Интересна Которая Позволяет Как бы Сказать Настроиться На Вот Эту Волну Благости Ветерок Играет Солнышко Искрится Тучка По небу Медленно Плывет Как Хорошо Мне Сейчас Живется И душа Отчасти Ликует И поет И душа Отчасти Ликует И поет Ну Потом Могут А Ларить Трам Та Та Дам Немножко Так Вот Так Что Вот Это Очень Важно Чтобы Вы В этом Настрое Были Вот В таком Благостном Вы Чувствовали Се Открытым Жизни Это Великое Дело Вообще Наша Душа Ликует Оттого Что Мы Видим И Слышим Бас Она И поет А Вот Она Должна Просто От Ветерка От Лучков Солнца Просто Тучку Увидели Небо Синее И Радость Великое Дело Я Согласен С вами Геннадий Петрович Скажите Пожалуйста Лето Это Период Фруктов Овощей Какой Процент В рационе А Фрукты Овощи Полезны Это Тоже Здоровый Образ Жизни Какой Процент В рационе Летом Должно Быть Многие Нужно Поменьше Другие Говорят Нет В основном Лето Это Овощи Ну Смотрите Здесь Очень Такая Интересная Конечно Рекомендация Питание Должно Быть Такое По Сезонам Года Это Очень Хорошо Вот Сейчас Сезон Года Допустим Ну Вот У нас Сейчас Абрикосы Там Идут Потом Они Просто Напросто Кончатся И Все И Естественно Естественно Помимо Того Что Надо Стараться Вот Хорошей Такой Зелени Употреблять Свежих Салатов Там Соков Там И Фруктов Вот Я Просто Встал С утра И пошел Там Абрикос С ветки Там 7 штучек Съел И чувствую Нормально Если я съем Больше Ну Допустим Я съем 15 То чувствую Что Уже У меня Животом Дискомфорт То есть Здесь Все заключается В том Что Одна рекомендация Это Больше Употреблять Продуктов Которые Сейчас Появляются Но В то же Время Вы должны Индивидуально Следить За собой А сможете Ли вы Эти продукты Нормально Усвоить И переварить Поэтому Нельзя Сказать Что Пропорция Грубо говоря Там 60 Процентов Как рекомендуют Свежерастительная Пища А 40 Там Все Там Остальное Вы чувствуете Вот вы съели И у вас Все нормально Кишечник у вас Работает Вам хорошо Вкусно Вот А как только Вы Значит Съели Больше Почувствует Я вижу У вас В таком возрасте Как и я Должны Уже Свой организм Изучить Возможность Его Пищеварительной Системы И Примерно Вследовать Столько Сколько 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 Вам Надо Особенно Свежерастительная Пища Спасибо Большое Она Она хотела Купить Попробовать Стоит Это Делать Или Нет Конечно Стоит Это Делать Потому Что Если Б Это Не Стоило Делать Я Б Просто Не рекламировал И Огромное Количество Отзывов И Более Того Моя Собственная Жена Его И И И Выражает Благодарность Вот Это Одна Из Лучших Рекомендаций Здорово Да То 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 Наталья Николаевна Спрашивает Про кофе Занимаетесь ли Вы Йогой Правда Это Или нет И Как Вы Относите Вегетарианской Пище Иде Ну В целом К вегетарианской Еде Я Отношусь Положительно И Практически Я И Придерживаюсь Вот Такого Вегетарианского Рациона И Особенно Особенно Вот Сейчас В летний Период У меня Больше Я Вот Делал Видео И Просто Напрасно Сделал Такое Видео Которое Называю Завтрак Сыроеда Я Пошел К себе В сад И Прямо С ветки Сорвал Абрикос Съел Это Мой Завтрак Вот А Грубо говоря В обед Можно И котлетку Съесть Не без того Что Салатиком То есть Вы Знаете Я Сейчас Вам Хочу Сказать Девчонки И мальчишки Я Вам Хочу Сказать Вы Смотрите Вот У нас Есть Пища У нас Есть Грубо говоря Там И Мясная И Крупы И Овощи И Фрукты И Знаете Вы Кушаете И Вот Что То Вам А Кто То Вам Говорит Вы Знаете А Вот Допустим Котлета Это Плохо А Вы Чувствуете Что От Котлетки Вам Хорошо Поэтому Вы Слушайте Свой Собственный Организм Чтобы Вы Знаете Не Шли Как На На Поводу У Как То Других Мнений Что Вот Это Плохо И Так Далее Плохо Когда Вы Съедите 10 Котлет А Если Вы Одну Котлетку Съедите Да Тем Более Если Вы Съедите Раз В Два В Три Дня Да Это Нормально Кушаете И Организм Радуется Тем Более С Салатиком И Так Далее Поэтому В Питании Вы А Про Йогу Вы Йогой Занимаетесь Я Занимаюсь Сейчас Гравитационной Гимнастикой Которая Дает Позволяет Вырабатывать Организму Энергетику Свою Собственную В повышенном Количестве Можете Посмотреть На Канале Как Я Рассказываю Про Это Дело Показываю И И Так Выгляжу Перед Вами Сижу Я Назал Спрашив Вы знаете Что такое Гравитационная Гимнастикой Знаете Да Алла Николаевна Специально 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 Я Я Соседка Против Устать Какие Травы Ей Нанимают От Кашля И От Запора Алла Николаевна Спрашивает Да Я Я Громче Озвучу Соседка Делегировала Два Вопроса Какие Травы Можно Пить При От Кашля И От Запора А Вы Знаете Вот Вот Когда Мне Задают Такие Вопросы Вот Просто Можно Или Не Можно Я Вам Ничего Не Запрещаю И Ничего Не Разрешаю Дело В том Что Важно Понимать Если У Этой Женщины Имеются Запор Запор Бывает Разного Типа Одно Дело Старческий Запор Когда Просто Организм Дряхлый И Кишечник Не Может Нормально Сокращаться Это Одно А другое Дело Он Называется Такой Атонический Это У молодых Людей Проявляется Когда От Повышенного Эмоционального Какого-то Потрясения Нервного У него Спазм Происходит Понимаете Здесь Надо Расслабить А там Стимулировать Это Разные Вещи И плюс Если у человека Имеются Запоры Вот это Все Что должно У него Выделиться В течение Допустим Ну грубо говоря Там суток Двух Трех Оно Всасывается И Выделяется Через Легкие Поэтому У этого Человека Кашель Поэтому Здесь Важно Устранить Вот Как бы Сказать Первопричину Если Он Чрезмерно Волнуется Это Одно Ему Надо Расслабляющие Такие Процедуры Проливающие Ванны Послушать Спокойную Музыку Прогулки Если Допустим У человека Грубо говоря Это От Старости То Здесь Ему Покушать Блюда Из Проросшей Пшенички Попить Свежевыжатые Соки Такие Как Морковно Свекольный Вот Чтоб У него Село Набралось И тогда Более-менее Нормально Так все Будет Видите Как это Все Все Работает Не просто Однозначно А вот Такую-то Травку А зачем Ее Травку Важно Разобраться В причинах Откуда Растут Ноги И как Только Мы Вот я На канале Как раз Рассказываю Как только Мы Разберемся В причине Мы Воздействуем На нее И нам Может Вообще Никаких Травок Не надо Геннадий Петрович Мой личный вопрос У меня мама Да Лонька Отличный Вот это Отличная Вещь Смотрите Свекольного Сока Берете Всего лишь Навсего Столовую ложку А яблочного Сока Выдавливаете Стакан Если Вы это Будете Выпивать Это Будет Профилактика Как Малокровия Так И Онкологии Потому Что Там Содержится Небольшое Количество Железа Биологически Активного Которое Как раз Препятствует В какой-то Мере Развитию Онкологии То есть Это Очень Хорошая Вещь Кроветворение И Будем Говорить Такая Вот Одна Четвертая Часть Свеклы Одна Четвертая Часть Свеклы Дозировка Дальше Две Морковки И три Яблока Ну Нормально 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 Мой Личный Вопрос Никита Петрович А вот Плагисть Мы говорим О витаминах Да Все-таки Овощи Крутые Это витамины А кладезь микроэлементов Что вот Действенно Может быть Особенно Ну Больше в осенний Период Что касается Микроэлементов То их больше Морской капусты То есть Вместо Это соли Это соли Можно Можно Использовать Слоевище Морской капусты И подсаливать Пищу Морская капуста Так как она растет В океане Она Вбирает В себя Все Буквально Такие минералы Которые Растворены В океане Представляете Насколько это Да если мы Используем То мы В этом деле Будем Очень хорошо Сеть чувствовать Ну Морскую капусту Можно и летом И зимой Есть Конечно Это очень доступно На следующий момент И вкусно Еще вопросы У кого-то есть Света Нетрина А Да 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 Хороший вопрос Игнать Петрович Как пришли Как докатились До здорового образа жизни Ну Всегда Получается так Что Когда мы Имеем с вами Здоровье Лет Там Допустим Грубо говоря В 20 Там В 30 Мы особо И не следим За ним А вот Как только Оно Исчезает Так и Начинается У нас Вот Разного рода Искания Я об этом Много вообще Рассказывал Как мне В 20 лет Вырезали Аппендицит У меня Образовался Геморрой Который у меня Был Где-то Пару десятков Лет Представляете Вот Он мне Хорошо дал Так сказать Это самое И вот Я Понял И научился И в данный Момент У меня Никакого Геморроя Нету Я Знаю Как с этим Делом Справляться И очень Доволен Тем Что Все это Сделал Я сам И потом Мне это Все дело Увлекло Я начал Заниматься То есть Занятие Своим Будем говорить Здоровым Потихонечку Ведет К тому Что Ты Начинаешь Заниматься Вообще Развитием Своей Собственной Жизни Развитием Своего Собственного Сознания Уже Переходишь На уровень Самосовершенствования И Когда Это Все У тебя Получается Ты Видишь О Интересные Результаты Вот Допустим У тебя Была Одна Зарплата Вот И Одно Здоровье А Когда Ты Стал Как-то Здоровее Умнее Ты Вышел Совершенно На Иной Уровень Приобрел Совершенно Иную Профессию И У тебя Совершенно Другой Материальный Достаток Еще Поднялся Еще И Так Я С Простого Грубо говоря Сейчас Я И Был Спортсменом Профессиональным И Был Водолазом Спасателем И Последнее Это Я Стал Начальником Спасательной Станции Вот И Дальше Пошел Уже Писатель Если Вам Так Это Самое За счет Того Что Написал Книжки Я Построил Вот Этот Дом Дальше Уже Заметили Да Как Будем Говорить Писателя Пригласили На телевидение И еще Так Такой Толчок Там Я Уже Заработал Грубо говоря Машины Но Правда Я Люблю Ходить Потому Что Машины Машинами И все А Если Вы Свою Собственную Машину Не изучили И Не даете Ей Нагрузку Она Чахнет А это Как раз Именно Ваше Здоровье Ну Грубо говоря Про прогулок Вы сказали Да На самом деле Прогулка Это лучше Чем бег А как Вы относитесь К спорту Большую нагрузку Организму Давать Или Поддерживать Как Как Прогулка Если Вы Заинтересованы В своем Собственном Здоровье Вы Естественно Даете Такой Уровень Физической Нагрузки Чтоб Вам Было Комфортно Вот сейчас Это вообще Хороший вопрос Вы задали Вы должны Такой Уровень Поддерживать Это Знаете Я Вот вам Наглядно Скажу Это Как С лампочкой Лампочка Накаливания Она Допустим Светит От 200 Вольт Ярко Нормально Да И смотрите Если у вас Напряжение 180 Она Не так Ярко Светит Поэтому То есть Если вы Не додаете Организму Нагрузки Он не может Работать Вот так Сказать На полную Яркость Но если Вы На лампочку Дадите Там допустим 260 Вольт То А вы Ее можете Просто Напросто Сжечь И Таким образом Большие Спортивные Нагрузки Могут Просто Напросто Перевести К вас К Перетренировке И Ну Будем Говорить Вы Живете Не для Того Чтобы Постоянно Там Бегать Или Подымать Или Заниматься Йогой Или Еще У вас Еще Куча Своих Собственных Интересов Вы Хотите Дачи Позаниматься И фильм Посмотреть И С Подружками Там Будем Говорить Какую Там Посидеть Да То есть У вас Вы Должны Столько Выделить Времени Опять Таки Чтоб Вам Было Комфортно Заниматься И Комфортно Чувствовать Поэтому Я С утра Любимому Себе Уделяю Вот эти 40 минут Ходьбы А дальше Я уже Могу Вообще Ничем Не Заниматься Хотя Сейчас Я езжу Там На Турбазу И Полчаса Нету Нормы Нету Нормы Уважаемые Нету Нормы Вот Смотрите Сережа Сидит Он Допустим В два раза Младше Вас Для него Это норма 4 тысячи Шагов Этих Ему Будет Мало А для Вас Это может Быть Много Поэтому Вы Ходите По самочувствию Вышли С утра И пошли И радуетесь И поете Ветерок Играет Солнышко Искрится Тучка По небу Медленно Плывет Как хорошо Понимаете Мне Сейчас Живется Не завтра Не послезавтра А сейчас Живется И душа Частая Ликвы Вот Добейтесь Вот этого Состояния Тогда И запоры Исчезнут И давление Исчезнут И Вам будет Интересно Жить Будьте Счастливыми Сегодня Наталья Она спрашивает Как Добиться Того Чтобы Вырабатывались Больше Серотонина Ой Как Вот это Придумают Знаете Вот это Серотонин И Более того Сказать А вот Вам В таблеточках Серотонин И Вы будете Счастливы И так Далее Состояние Счастья Зависит От нашего Мировоззрения Чтобы Вы понимали Что Каждый Вдох Который Вы делаете Это Огромная Благость Которую Нам Оказывает Вселенная И Когда Мы Вот это Начнем Понимать Нам Никакой Серотонин Не надо Мы Наоборот Сами Будем Все Тут Излучать Вот это Любовь Счастье И Все 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 А Это Придумают Четыре тысячи Шагов Четыре тысячи Шагов Можно пройти Знаете Как черепаха А можно Пробежать Как гепард В одном Случа Это Огромная Нагрузка В другом Это Маленькая Нагрузка Поэтому Поэтому Выбирайте Свою Собственную Вот Это Как бы Сказать Нагрузку Комфортную Чтоб Вы чувствовали Идете И не Задыхаетесь И Вы Прошли Так Понимаете Идете И не Задыхаетесь Сердце У вас не стучит И следует Вот Вот так Вот А То есть Они вам пишут Ну Как бы Так Лаборатория Сдают Ну Да 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 Чем-то Занимаются Что-то Делают Читали Книги Занимались Получили Результаты Довольны Или Бросили А потом Опять Начали Заниматься Это Ж Такое Дело Вот Здесь Очень Важно В здоровом Образе Жизни Выбрать Вот Такую Нагрузку И Такие Как бы Сать Упражнения Для Себя Которые Вы Могли Делать Ежедневно И Они Не Напрягали Бывать Что Надо Туда Поехать Надо В спортзал Пойти Надо Заплатить Какой-то За абонемент И так Далее Вот Тогда Вы Будете Придерживаться Вот Этого Здорового Образа Жизни Вот Как Я Я Вышел Я Вокруг Своего Дома Тут На участке Погулял У меня Даже Есть Видео Не В парке Я Уже Не Хожу Никуда Вышел Прогулял Все И Жизнь Хороша Да Кстати Хороший Вопрос Обычно Ну Бывает Так Что Один Соблюдает А Все Живут Как Как Живут А Вас Как Они Поддерживают Вашу Методику И Следуют Вашу Рекомендацию В какой-то Мере Да Поддерживают В какой-то Мере Следуют Но Не В той В которой Бы Хотелось Они Считают Что Допустим Моя супруга Считает Что Она В саду Работает По Дому Работает Это Ей Дает Нормальную Наруску Она Молодец Не Переедает Вот Также Есть Там Абрикос Бывает Объесться У нее Там Бывает Живот Не Заболит Ну Прославит Там Так Вот То есть В какой-то Мере Там Не Курит Не Выпивает Сын Дочь То же Самое Они Все Приверженцы Здорового Образа Жизни Да Ну В своих Понятиях Сын Занимается Раз Там В тренажерном Зале В неделю Вот Дочка Та Ездила На велосипеде Там Прогулки Там Были Вот Не пьют Не курят Более-менее Там Подвижны Но Гравитационная Гимнастикой Не занимается Как я Еще Александр Александр Геннадий Петрович Как вы Отвечаете Алкоголь 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 В празднике Да Вот Как раз Сережа Сказал Алкоголь В празднике Есть крепкие Афиги Свинолка Которая Считается Леп Вот Именно Здесь Вам Говорит Важно Чтобы у вас Было Чувство Меры И вы Понимали Что это Праздник Вы выпили Для того Для сего А не просто Заглушить Какую-то Проблему В жизни Которую Вы не можете Решить И вы Тогда Отодвигаете Алкоголем Для сна На ночь Стаканчик Винца Настоятельно Ну если Есть Выпейте Не без Того Вы знаете В любом Случае Я вам Говорю Еще Кто-то Читает Вот такая Рекомендация Есть Вы ее Попробовали Допустим Винцо Грубо говоря 100 грамм Винца На ночь Для сна И чувствуете Вы хорошо Спите Ага Это подход А если Вы такая Рекомендация Есть А вы выпили А у вас Какая-то Изжога Возникает Вам Наоборот Не спится Или еще Что-нибудь Там Такое Значит Это Грубо говоря Рекомендация Не для вас Вы Должны Понимать Что все Рекомендации Которые Даются Это Что-то Усредненное А нам Нам Надо Чтобы Это Было Индивидуальным И вот Из всех Этих Рекомендаций Усредненных Вы взяли Да Попробовали Ага И Пришли К выводу А вот Это Действительно Хорошо И это Отобрали Это Будет Ваш Золотой Фонд Оздоровление Кому? А Кстати Да По поводу Коньяка Алкалавна Правильно Хороший Вопрос Говорит У нас Была Одна Женщина 98 Лет Она В ответ Все время Упивает Маленькую Рюмочку Коньяка И Тоже Делала Любовь Орло Между Прочем Она Каждое Утро Выпивала На перстах Коньяка Она считала Что коньяк Разглаживает Ее морщины Разглаживает Да Полезная Эта вещь Опять Так Вот смотрите Вот эти Две Женщины Которые Использовали Вот это Так сказать Коньяк Вот Да Этот метод Если Они Отзываются Одна От морщин Другая Там Для Тазировки Ну Значит Им Помогло Попробуйте И вы Если Вам Чувствуете Что Какой-то Толк Есть Тогда Применяйте А если Не дает Никакого Толка Чего Тогда Применять А все Говорят Вот Хорошо Хорошо Ну вот Как раз Здоровый Образ Жизни И Является Вот Той Мерой Которая В Какой-то В Какой-то Мере Нас Предохраняет Есть Природные Будем Говорить Наши Защитники Это И Чеснок Это И Лук Природные Фитонциды Которые Мы Употребляем Вот Достаточно Это Самый Уровень Активности Чтобы Вы Гуляли И Обязательно Чтобы Вы Высыпались Ну И Плюс Естественно Если Вот Начинается Эта Эпидемия Конечно Поменьше Быть На На Людях Потому Что Там Можно Поцепить Все Что Угодно Особенно Хорошо Пить Имбирный Чай С Медом Значит Имбиря Побольше Чтобы Чувствовать Жгучесть Такую А Мед Ну Так Сладенький И Вот Этот Чай А Заварку Делайте Даже Обычную Заварка Чая Туда Добавили Хорошенько Допустим Чайную Ложку Сока Имбиря Или там Намололи Чайную Ложку Меда И вот Это Как только Начинается Вот это Все Это Заболевание Эпидемия Вы Значит Утречками Вечерком Вот тут Уже Надо Пить И Чесночок С лучком Заболевание Да Конечно Очень Хорошо Сказали Профил Мед Забавлять Чай Можно Не Забавляю Смотрите Там Температура Чая Должна Быть Не Выше 40 Градусов Вот То То Вы Заварили Лучше Все Это Сделать В Термисе Заварили Там Какие-то Там Травки Или Там Вот этот Чай Настояли В Термисе А Потом Значит Вы Вылили В Стаканчик И Подождали Пока Вот Как раз Она Остудится Примерно До Температуры 40 Градусов Потому Что Если Температура Чая Будет Градусов 50 Лично Для Меня Его Невозможно Пить Он Начинает Обжигать Мест Слизистый И Вот Туда Добавляйте Вот Эту Чайную Ложечку Этого Самого Меда А Можно Даже Знаете Поступать Можно Даже И Заряд Чем Пить Вы Просто Напросто Его В Прикуску То Есть В Прикусочку Взяли Пол Чайной Ложечки Меда И Дальше Пошел У вас Чаек Вот Тут Ничего Не Будет Разрушаться Механизмы Того Вот Это Нельзя А То Нельзя Да Зачем Тогда Мне Жить Поэтому В любом Случае Используйте Этот Сахар Но Опять Так Чтобы Вы Понимали Что В Охоточку И Вам Приятно А Не То Что Вы Зарютили Чай Утром В Обед Вечером Там С Конфетами И Так Далее Вот Тут Он Начинает Играть Свою Отрицательную Роль Понятно Я Думаю Что Меньше Спустных Сладостей Нужно Придерживаться Больше Естественных Как Финики Сушеные Корольки Сушеные Вы Знаете Вот Я Именно Когда Начинается Вот Это Вот Зимний Сезон Я Набираюсь Сухой Хурмы Высушенной Она Как раз И сладкая И Когда Разбрекает Она Дает Объем В Желудочно Кишечном Тракте Отличный Стол И Профилактика Значит Вот Этих Запоров Идет Свообразное Чечение Организма И Она Еще Дополнительно Укрепляет Сердечко То С Хурму Раз Допустим Финики Вот Сережа Подсказал Два Я Тоже Так И И И И И И Потом Любую Там Сушку Сладенькую Тоже Все Все И И Все Это В виде Компота Или Так В Прикуску Ну Вот Хурму Я В Прикуску Ем 50 И Может Быть Много Ну Достаточно Так достаточно. Вот это вы сказали хорошее слово. ДОСТА-ТОЧНО. Все, понятно. Спасибо большое, Илья Петрович, за интересную встречу. Про то, что вы рассказали нам о здоровом образе жизни, чему посвящен сегодняшний наш день. И мы очень рады, я думаю, что все присутствующие согласятся, что вы стали героем нашей программы «Вечера в хамовниках» нашего клуба. Спасибо. И в заключение стихотворения. С Днем. Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знаний. Я корень слов, источник жизни и миру. Я формирую бытие свое, ее, вселенной всей, источники любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, и буду жить и процветать любовь и счастье воплощать, заполнить им все миры. Где буду я? Где будешь ты? Ведь я и ты две меры этой красоты. Субтитры сделал DimaTorzok